Господи, Сил, с нами будет, и договор разве Тебе, помощником скорых дней и мамы, Господи, Сил, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности и мира, о Духе Святом доброго всем дня и хорошего настроения. Молитва преподобного Ефрема Сирина заканчивается такими словами. «Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть и моя прегрешение, и не осуждать и брата моего, яко благословенный си вовеки. Аминь». «Даруй мне зреть и моя прегрешение, и не осуждать и брата моего». Это основа духовной жизни. Дело в том, что мы все больны. Мы больны страстями, это хронические болезни. Их обычно святые отцы называют восемь. Чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие и гордость. Есть страсти плотские, это чревоугодие, блуд. Есть страсти душевные, это сребролюбие, тщеславие, гнев, печаль, уныние. А есть страсть сатанинская, которую возделывает князь мира сего. Падший ангел, будучи сам абсолютно гордым существом, и во всех своих посомах, которых он держит за ниточки, управляя через разные страсти, но все-таки всегда стремится в человеке пробудить самую страшную страсть, которая по-человечески не лечится. Если все предыдущие семь страстей, их можно так или иначе преодолеть с помощью человека, с помощью каких-то мер ограничения, с помощью докторов, с помощью советов, аскетики, с помощью праведных людей, когда человек приходит со своей болячкой к праведному, святому человеку, слушает его, исполняет и потихонечку исцеляется, то гордость, она лечится только самим Богом. По-человечески это невозможно. Поэтому иногда дьявол, он, ну, как бы совершает, как называется, гамбит, но он отдает что-то меньшее взамен чего-то большего. Самое яркое выражение, это когда люди, оказавшись в каких-то видных страстях, там алкоголизм, какие-то неуправляемые вспышки гнева, сребролюбие. Например, для того, чтобы справиться с алкоголизмом, человек идет и, ну, проходит какие-то ритуалы, обряды у уцелителя. И еще прям это потом превозносит, ну, так это же помогло. Ну, да, оно, как бы, видим мою болезнь, которая тебя смиряла, которая помогала тебе все-таки понимать свое немощь, свое недостоинство и искать помощи, поддержки. И все равно как-то через смирение двигаться к Богу это ушло, но страсть, она никуда не делась, она просто вошла вглубь души, и потом, в конце концов, она дойдет до вот этой безумной гордости. Когда я смог, я не такой, как прочий человек, я же себя преодолел. Или так бывает иногда, когда человек кодируется. Ну, с точки зрения медицины, есть определенные манипуляции, которые, ну, там, ради страха, ради какого-то физического недомогания блокируют энергию страсти. Но этот покой, этот передых дается человеку для того, чтобы он пришел в церковь и начал вычищать корни страстей, начал учиться духовной жизни. Потому что, ну, представляете, это как плотина. Ты ставишь на пути потока реки, и вода поднимается, поднимается, поднимается. Если не иссушать русло реки, действия страсти, то, в конце концов, поток воды, он перевалит через плотину и будет еще сильнее, еще больше. Так и бывает, что если человек снимает какие-то блоки, он прям снова хочет как-то дорваться. Ну, если там какое-то духовное чудо не происходит, и человек не вычищает страсть бесовскую с помощью благодати Божией. А так обычно, если нет духовной жизни, человек себя в чем-то переломивший, он потом ходит и свысока смотрит на других. Он презирает к этих немощных, этих выпивок. У него прям внутри вот иногда так скажешь, ну, уж лучше бы ты пил. Потому что то, что ты стал от вот этих манипуляций, это еще, ну, с духовной точки зрения хуже. И вот одно из важнейших деланий — это научиться видеть свои согрешения, научиться видеть себя, не осуждать других. Потому что наша духовная лука, она так устроена, как и физическая. Мы можем видеть ясно только одно, над чем сфокусировано наше зрение. Все остальное, оно немножко расплывчато. Если мы фокусируемся на грехах других, мы не видим ничего, в том числе и себя. Если мы сфокусируемся на себе, мы других не будем так замечать. Так вот, эта молитва, она все время приводит нас к этой мысли. «Даруй мезрите мое прегрешение и не осуждайте брата моего, якоблагословенности вовеки». Аминь. Господи сил, помилуй нас. Даруй мезрите 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 мез